Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас будет выпуск по открытию сундуков на одном аккаунте. И поверьте, этот аккаунт заслуживает отдельного видео. Я респектую хозяину этого аккаунта, потому что он большой молодец. Он, ребята, собрал вот эти все сундуки не сразу и не легко. Он их копил, вдумайтесь, просто полтора года. Естественно, можно намного быстрее их собрать. Но парень не спеша копил их полтора года с одной целью. С одной единственной целью, чтобы его записали на видео. Я сейчас, ребята, расскажу небольшую предысторию, а потом мы откроем все эти сундуки. Но прежде чем мы перейдем к сути ролика, я вас попрошу поставить лайк, подписаться на канал. Ребята, лайк вы ставите реально не мне. Поддержите просто этого парня. Ему будет приятно, если вы много лайков поставите на этот ролик. Потому что этот ролик посвящается одному аккаунту. Одному. Итак, слушайте. Парень этот полтора года копил сундуки, чтобы попасть на видос. Изначально он хотел попасть к Ауруму. По-моему, у Аурума был объявлен конкурс, либо я не помню, что кто быстрее соберет, по-моему, два легендарных, два супермагических, или четыре супермагических, или четыре легендарных. Я не буду лгать, но, по-моему, так вот было. Тот попадает на видос, да, и, по-моему, донатит туда еще гемы. Вот, этот парень копил, но он, видимо, не успел. И он долго писал Сереге Ауруму. По-моему, даже он мне писал, что когда у Сергея было интервью с комедий-клаб, резидентом комедий-клаб Дмитрием Вьюшкиным, он даже через этого Дмитрия пытался с Аурумом связаться. Но в итоге что-то не сложилось, это не суть. То есть, не получилось у него попасть к Сереге в видос. И он обратился ко мне, чтобы, ну, мол, не пропадали сундуки, открой, пожалуйста. Я, как бы, тоже открывал уже подобного рода сундуки. Я открывал даже четыре легендарных сундука. Ну, и, опять же, тоже этому парню отвечал, что да, открою, но оттягивал время, потому что, ну, не было на это времени. Думал, ну, попозже, когда будет выпуск по открытию. И этот парень ждал не одну неделю, пока я ему даже отвечу, и пока я зайду. И вот это свершилось. Честно, большую выдержку надо иметь, чтобы дождаться, блин, пока ответят ему ютуберы, чтобы записать на его аккаунте видео. Я это рассказал для того, чтобы вы понимали, настолько парень хотел это сделать, чтобы, ну, блин, записать, чтобы ютубер какой-то записал открытие на его аккаунте. Вот это реально респект, и ради этого я записываю отдельное видео. Значит, опять же, повторюсь, про сезонную награду я не знаю, сколько она тут висит, но я где-то недели две уже не открывал на его аккаунте. Ну, говорил, что зайду, но никак не решался зайти, потому что были свои дела. Вот я захожу и вижу, тут сезонная награда. У нас уже, блин, как недели две длится сезон, поэтому однозначно это с прошлого, либо позапрошлого сезона сундук. А, возможно, еще больше, я не знаю. Короче, приступаем к открытию. С вас лайк, подписка. А тебе, Евгений, спасибо за выдержку. Ну, ты молодец, реально. Я бы не выдержал, я бы открыл сам. Поехали, ребята. Итак, золотишко. Кстати, насчет карт. Я не уточнил, какие ему карты нужны, поэтому, ну, я думаю, будем брать по мере того, что он прокачивает, да. Вот тут, я думаю, фаерболл однозначно. Так, у нас следующая легендарная карта. Давайте возьмем, наверное, молнию, да. Ну, молнию, видим, прокачивает он. На шестой уровень ему прокачали молнию. И легендарочки. Кстати, я не знаю, за какой... А вы видели, что у нас даже этот сундук сезонный, он даже не показывался, за какое он количество кубков. То есть, возможно, он настолько старый, что раньше не показывалось. Серьезно. Смотрите, он прокачивает спарки, да? Ну, нет, вряд ли он его прокачивает. Просто, ну, выпало ему спарки. Я возьму... Блин, возьму громовержца, будет обвинять. А, у него спарки больше на третий уровень, нежели громовержца. Ладно, я возьму спарки. Она реально больше. Еще одна карта и будет третьего уровня. Итак, сейчас проверим, что с этих сундук... О, так, это тут у него спецпредложение. Все дела. Это все красиво. Так, что у нас дальше тут? У нас тут клановый сундук. Я не знаю, с какого он тут вообще времени. А это что? Рояль модерн. Ребята, рояль модерн. Вы помните это испытание? Когда оно было? Напишите в комментариях дату, кто помнит. Рояль модерн. Это когда мы играли картами, которые были при релизе. Да, ребята, это пипец, как давно было. Я вам серьезно говорю. Парень большой молодец. Реально большой молодец. Ну что? Начнем с самых таких простеньких сундуков. И перейдем к более серьезным. Значит, смотрите. Мы ему одну лего уже выбили. Так, ракета. Почти девятый уровень. Одну лего мы ему уже выбили. И посмотрим, сколько еще выберем. Клановый сундук. Поехали. Надеюсь, что он заслуживает много легендарных карт. Блин. Дайте лего. Эх, клановый сундук подвел. Ну, ничего страшного. У нас еще супер. Давайте вот этот сундук откроем. Блин, рояль модерн. Мне до сих пор мысли-то не покидает. Сколько этому сундуку? Что это за испытание? Блин, представляете, ребята, он не играл. Он не играл на аккаунте. Сколько новых испытаний было. Сколько он мог пройти этих испытаний. Он не играл, он ждал, пока мы откроем сундуки на его аккаунте. Я не знаю, просто... Евгений, еще раз тебе респект. Блин, я не знаю. Да, это жесть. Давайте, супер магический. Пау. 708 тысяч золота. Кстати, надо было начинать с легендарных сундуков. Ну, ладно уж. Так. Ракета. Пека. И да, ребятки, будет лего. Ой, классные эпики, классные. Так, давайте смотреть легендарочку. Какую легендарочку мы ему выбиваем? Ночную ведьму. Ночная ведьма у нас. Два из четырех. Хорошо. Отлично. Берем награду. Смотрите, еще бесплатный сундук. Такс, такс, такс. Блин, хотелось бы, конечно, выбить вот отсюда легу, но... Это редкость. Так. Значит, он играет, вот видим, големом. Вот эти карты мы будем... А, хотя же у нас драв сундуков нету. Но все равно будем иметь в виду, что он хочет вот эти карты. Дровосек, бандитка, ночная. Вот, ночную мы уже выбили. Пойзон он еще хочет. Я так понимаю. Но я не знаю, хочет он его или нет. Но я вижу его колоду и предполагаю, что ему Пойзон нужен. Вот. Значит, у него нету призрака. Нету лучника. Ну, лучника понятно, что у него нету. Потому что лучник еще и не вышел даже. Ну что, предлагаю с легендарных сундуков начать. Пью, поехали. Легендарный сундук. Так, что нам с него падает? С него нам падает... Да, ребятки, блин. Мы ему открываем королевского призрака. Я его поздравляю с этим. Надеюсь, он будет рад. И я тоже рад. Блин, я вот это открыл, этого призрака. И меня прям аж просто бомбит от того вот этих рамок. Или я не знаю, что там. Вот это внизу прям аж видно какие-то текстурки. Блин, ой, фу. Прям аж бомбит меня реально от этого. Ну ладно. Это такой момент можно упустить. Значит, новое лего есть. Отличненько. Блин, так не хочется тратить вот это все. Красоту вот эту. Ну, поехали. Следующий сундук. Легендарный. Итак, нам надо ночная ведьма. Грамовержец. Слушайте, ну если бы я, Грамовержец, взял здрав сундука, уже было бы 2 из 4. Ну, ладно. У нас еще 2 супермагических. Итак, считаем, сколько мы выбили лего? Здрав сундука, супермагического сундука, с 2 легендарных. Уже 4 леги есть. Поехали дальше. Интрига. Будет ли еще леги? Так, Адская башня. Гоблин с дротиками. Королевский гигант. С ши... С ши... С ши... Ой, господи. 600 штук. Темный принц. И... Пятая легендарка. Пацаны, пятая легендарка. Практически с каждого редкого сундука нам выпала лего. Ну, понятно, что легендарных там 100%, но супермагических... Это круто. Кладбище. Блин, мне кладбище, кстати, надо. Тут, кстати, тоже на кладбище видно текстурку справа в нижнем углу. Я раньше и не замечал этого. И в левом верхнем углу видно какую-то текстурку, выглядывает что-то. Ох. Ну, я к этому придирчиво, честно. Я вот... Блин, не знаю. Так, 3 из 4. Отлично. Ну что, последний сундук остался. Больше ж ничего нету. Все открыл. Да, все. Магазин его с 200 золота. Бесплатно забираем ему. Вот. Ну и последний сундук открываем. Понеслась, пацаны. 6100 золота. Есть такое. Гоблины 26 штук. Есть. Лучницы. 111. Элитные варвары. Всадник на кабане. Хижина варваров. Палач. И, блин, не, не будет леги, к сожалению, большому. Но давайте посмотрим. Заморозка, ребят. Заморозка. Ага. И у меня завис, ребята, Nox. Поэтому сейчас перезапущу. Ну и будем, в принципе, завершать видео. Только я перезашел на аккаунт. И здесь уже в магазине показывают, что что-то новенькое. Но это новенькое, как бы, тоже старое, что и было. Хотя нет, смотрите. У него обновился магазин. А как это возможно вообще? Мы на этом же аккаунте находимся, да? Да, мы просто перезашли в игру. У меня завис просто эмулятор. И у него обновился магазин. Ну ладно. В принципе, это он уже сам решит, что ему здесь покупать или не покупать. В общем, ребят, на этом буду выпуск завершать. Что хотелось сказать в завершении. Во-первых, спасибо хозяину. И выражаю ему огромную благодарность и респект за такую выдержку. Из-за того, что у него получилось собрать крутые сундуки. Понятное дело, что это не 4 легендарных, как это было у меня в предыдущем выпуске. Да, помните, где я открывал 4 легендарных? Но там парень, чтобы выбить 4 легендарных, прилагал еще финансовые усилия. То есть, с помощью доната он открывал сундуки быстрее. Соответственно, так у него получилось на фарме 4 легендарных в кратчайшие сроки. То есть, здесь парень без доната совершенно, постепенно, умеренно выбил себе 2 супермагических и 2 легендарных сундука. Помимо этого, еще несколько интересных сундуков нам оставил. Вот, блин, по поводу гравцундука сезонного, я даже до сих пор не понимаю, с какого он сезона. В общем, напишите в комментариях ваши догадки. Ну и спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи. Хорошего, ребят, настроения. Ну и не пропускайте мои новые видео. До свидания. И, кстати, ребят, 5 февраля стартовала совершенно новая бизнес-франшиза по криптовалютам. Это единственная на рынке криптовалют. Итак, скажу коротко и понятно. Смысл заключается в том, что вы покупаете криптовалюту, монету, в паре с биткоином по рыночной цене, а продаете дороже на 20-40%. Вы спросите, каким образом она растет? Я вам отвечу. Мы работаем с топ-трейдерами и стоп-аналитиками, которые знают, когда определенная монета станет расти по определенным причинам в определенное время. Причин много. Подробно все узнаете позже. Так как ранее говорил, что расскажу кратко. С нами работают блогеры с аудиторией полумиллиона подписчиков. Ссылки будут нам в описании. За подробностями переходите по реферальной ссылке в чат, бот, телеграм. Ссылку на этот паблик, ребята, я оставлю в описании.